Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Они незаконно купили участок по переработке макулатуры в Мурыгино, который принадлежал Сокольскому фанерному комбинату. А затем это здание было захвачено под угрозой применения насилия. Прокурор обращался к суду с просьбой приговорить обвиняемых к четырем годам колонии общего режима и назначить каждому штраф. Судья посчитал отдельные аргументы стороны обвинения беспочвенными, а показания некоторых свидетелей – неподкрепленными доказательствами, пишет Ньюслер. В итоге обвиняемых оправдали. Адвокат Сергей Кобелев заявил, что они воспользуются правом на реабилитацию. Программа Экономика. Власти пояснили, почему в Кировской области вырос госдолг. Председатель правительства Александр Чурин в эфире нашей радиостанции пояснил данные реорейтинга, судя по которым госдолг региона по сравнению с концом 2019 года вырос на 4%. Как заявил глава Кировского правительства, долги области не растут, а снижаются. Но итоги этой работы видны только по окончании года. Та ситуация, когда госдолг подрастает – это ситуация, когда берутся различные отчетные даты. В течение финансового года мы объявляем новые конкурсы, привлекаем ресурсы по более дешевым ставкам кредитов. И вот в тот момент, когда мы привлекли деньги для того, чтобы погасить более дорогие кредиты, если вот эту дату взять, у нас госдолг... Новые кредиты дают возможность сэкономить на обслуживании госдолга. Отмечает Чурин. В этом году экономия должна составить 200 миллионов рублей. Ранее на обслуживание долга тратилось 600-700 миллионов. Отмечу, что за последние два года долги региона снизились на 2 миллиарда рублей. Кировские торговцы мебелью, запчастями и бытовой химией могут оказаться без помещений. Точнее, им придется искать для ведения своего бизнеса новые точки. Это касается также строительных магазинов, медицинских объектов, прачечных и химчистых, ритуальных услуг и всех магазинов, которые реализуют любые легковоспламеняющиеся вещества, если они расположены в жилых домах. Новый свод правил от МЧС должен вступить в силу 14 августа. Накануне в Вятской торгово-промышленной палате представители МЧС встретились с предпринимателями, чтобы объяснить нововведение. Они заверили, что речи о немедленном закрытии объектов торговли не идет. Время скорректировать бизнес есть. Тем не менее, если будут жалобы жильцов, МЧС после согласования с прокуратурой может провести внеплановую проверку. По итогам встречи, по всем сложным вопросам, договорились вести диалог на площадке Вятской ТПП. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73,15 рубля, евро 85,92 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM